С Новым Годом дорогие друзья! Желаю вам всего самого лучшего в новом году и больше хороших игр! Позвольте мне сразу извиниться за такой формат. Я просто увидел, что не успеваю в этом году выпустить полноценное видео и решил на коленке записать такой коротенький видос-новогоднее поздравление. В этот раз у меня нет никакого сценария, а просто список тем, на которые я бы хотел поговорить. Так что заваривайте чай или кофе, можете это видео вообще свернуть и просто послушайте, что мне есть сказать о уходящем 2023. Начнем мы с того, что разочаровало больше всех. Silent Hill Ascension. Я очень большой фанат серии Silent Hill и считаю третью часть в принципе одной из самых страшных игр, в которые я играл в своей жизни. И вот когда я увидел 4 или 5 анонсов от Konami по данной франшизе, я конечно обрадовался. Но чем больше деталей раскрывалось о данных проектах, тем меньше у меня было энтузиазма. И вот мы дожили до первого релиза. Silent Hill Ascension, если кто не знает и не видел трейлеры, то как мне показалось они пытались быть как эти QTE поделки, где максимум усилий, что надо прилагать при игре, это терпеть унылый сюжет, приправленный унылой лицевой анимацией. Сам этот факт меня уже не обрадовал. Но я верил, что может быть у них есть какой-нибудь сильный сюжет, раз они полностью отказываются от боевой системы. Как оказалось, все намного хуже. Это даже игрой нельзя назвать. Для тех, кто не в курсе, раз в определенное количество времени запускается стрим Silent Hill Ascension. И вы, а также все люди на стриме, смотрите катсцены, которые даже не рендерятся у вас на машине. Мне кажется это просто пререндеры, которые транслируются на ваше устройство, но не суть. Так вот, когда наступает решающий момент, то весь чат начинает голосовать, что же персонаж будет делать, например убегать или драться. Сам этот факт убил во мне все желание даже смотреть это, так как это практически убирает чувство контроля. Ведь как-никак все решает большинство. Но это еще не все. Они прикрутили туда донат, и те кто заплатил, их голоса считаются в 4-5 раз больше, чем ваши. То есть вы поняли, да, что тут происходит? А в придачу к этому, всякие платные аватарки для чата, статусы, смайлики. Разве что полоску рейтинга забыли из ВК 2007 года. Я и так был насторожен, что ремейк второй части делают люди ответственные за Layers of Fear. Один из тех хорроров, которые я терпеть не могу. Потому что когда игра говорит, что у меня нет ни хп, я не могу сражаться с врагами. А в данном случае врагов вообще нету, а я просто хожу и смотрю, о каком страхе может идти речь. Это просто симулятор скримеров. Но может у них и получится хорошо. Я буду этому только рад. По итогу, я больше не очень жду новые сайленты. Ведь я сразу понял, какое отношение у Konami с их когда-то одной из самых главных айпи. Ладно, идем дальше. Еще одно разочарование для меня в этом году, это новый сезон Futurama. Если вы видели хоть одно мое видео, то нетрудно догадаться, что я очень большой фанат данного комедийного сериала. Да до такой степени, что первые сезоны, которые идут до полнометражек, я смотрел тысячи раз. И наизусть знаю практически все диалоги. Так вот, вышел новый сезон. И это, конечно, не то, что я ждал. Не поймите меня неправильно, они не ужасны. Просто спустя такое количество времени, я думал, у них накопилось много хороших идей и интересных сюжетов. А что мы имеем? В открывающей серии, мало того, что нет никакого внятного цельного сюжета, так он просто представляет собой какой-то сборник гэгов, которые накопились в блокноте у создателя за все это время. Продолжение старых сюжетов, типа материнства Эмми, просто показывают, что пришли ребята из Hulu и сказали, так парни, у нас тут кроме семьи Кардашьян на сервисе больше никто ничего не смотрит. Вот вам деньги, делайте новый сезон. А создатели, рады поднять немного денег, решили подтянуть продолжение сюжета 20-летней давности. Наверное, у меня слишком большие ожидания, ехазе. Но я просто ожидал чего-то большего. Вот и все. Но что мы все о плохом да плохом? Давайте о хорошем. Скотт Пилигрим takes off. Я сейчас не буду делать вид, что я какой-то ценитель и вот с детства за Пилигрима. Нет. Я, как и многие, открыл его для себя после картины Райта, где-то в 2012 году. И примерно тогда же в местный магазин комиксов начали привозить оригиналы. И как итог, я стал фанатом. У меня есть оригинальные черно-белые, цветные версии и даже их злые издания. И пару-тройку раз в год я их перечитываю и считаю первоисточник очень хорош. И я все не могу отделаться от мысли, что новый сериал стоило назвать Скотт Пилигрим из Миссинг. Ой, осторожно, спойлер. Сами подумайте, весь Скотт Пилигрим построен на культуре Нинтендо 90-х-2000-х годов. Сама группа Скотта с Экс Бобомб является отсылкой к Марио 64. Группа Clash at Demon Head позаимствовала свое название у игры на NES Clash at Demon Head, а вся книга о Близнецах называется Double Dragon. И таких вот отсылок немерено, поэтому, назови они Скотт Пилигрим из Миссинг, не было бы той вони фанатов. Лично я считаю мульт добротный. По большей части это из-за киношного каста и отличнейшей анимации. Сюжет, конечно, после первой серии такой себе, на любителя, скажем так. Но так как я видел другие адаптации в этом году, такие как Twisted Metal, Gran Turismo и Last of Us, для меня Скотт сразу стал эталонной адаптацией. Потому что если мы сравниваем с вот этим вот... Но будем честны, до оригинала, конечно, ему далеко. Я думаю, уже пора закруглять это коротенькое видео. И, наконец, скажем так, под елку я вам порекомендую один фильм, один сериал и одну игру. По сериалам вы уже поняли. Мой выбор в этом году Скотт. Советую при этом ознакомиться с комиксами, фильмом, чтобы понимать все шутки. Из фильмов я выбрал именно хоррор. Кавиат. Я не рекомендую. Я настаиваю на том, чтобы его посмотрел любой, кто считает себя фанатом хоррор-жанра. Я очень большой фанат. И смотрю все, что выходит в этом жанре подряд. Даже ту парашу, которую студии выкладывают на Хэллоуин. Из игр я решил не рекомендовать то, что и так везде в топах в этом году. Скорее всего, вы все эти игры и так знаете. И даже уже прошли. Я порекомендую то, что немного обделено вниманием. А именно, Wanted Dead. И да, она не каждому зайдет. Она кривая и местами даже сломана. Но я ее за это обожаю. Я не буду много говорить об этой игре. Лишь скажу одно. Через несколько лет все будут снимать видео типа скрытой гем-индустрии. Но повторюсь, она подойдет лишь для таких, как я, помешанных на экшен-играх людей. Это не какой-то топ или лучшее, что было в этом году. Это то, что мне больше всего хотелось, чтобы люди оценили. И напоследок хочу сказать. В новом году давайте меньше доверять мнению масс-меди. Помните, это всего лишь их работа. А там, где все делается только потому, что надо, качественного контента, мне кажется, никогда не выйдет. Так что еще раз, спасибо вам за просмотры, лайки, комменты. И увидимся в следующем году. С Новым Годом! С Новым Годом!